Приветствую вас. Вероятность того, что девочка захочет к вам вернуться, конечно, есть. Тут вам моя коллега сказала правильно. Вот. Другой вопрос. Другой вопрос. Видите, что у вас ревность сильная. А ревность это такая история, что так было, что она не уйдет. Поднимается. И если вы с твоей ревностью ничего не сделаете, то девочка, вернувшись к вам, да, она может уйти опять. Потому что не выдержит опять контроля, опять гнеба и так далее. Особенно, да, тем более, если ее парень, вот с которым она сейчас в отношениях, если он ее наоборот не контролирует вообще никак. Да, то есть если он, например, делает все, что она хочет, дает ей максимум свободы и так далее. То есть вот в этом случае, конечно, девочка пробудет с вами, ну, очень-очень недолго. Небольшое количество времени. И опять закончится уйти, потому что, ну, как бы ей будет некомфортно. Правда. Вот. Другое дело, другое дело, да, то, что ревность это такая история, которая не возникает на ровном месте, да, ревность это такая история, которая, как бы, имеет свою идеологию развития. И в данном случае я бы сказал, что вам нужно подумать о том, почему она, собственно, вот ревность, да, стала возможной вообще. Вот. 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 Как бы априори, априори, вот именно априори, если говорить, да, априори. Ревность возникает тогда, когда человек, ну, во-первых, не уверен в себе, боится одиночества, ну, боится остаться один, вот. Когда у него отсутствует своя собственная реализованность, да, то есть человек, как бы, ну, не может реализоваться. Ну, вот, сам, ну, сам, просто, вот, сам по себе, сам по себе, а, человек реализоваться не может, не может, ну, вот. И в этом случае, в этом случае может возникать, возникать ревность. Вот. То есть, то есть вам, вам я бы рекомендовал подумать над тем, а насколько вы реализованы. Вот именно вы сами, насколько реализованы, насколько вы удовлетворены своей жизнью, например. Вот. Не было ли у вас опыта какого-то негативного к, ну, по отношению к изменам там и так далее? Да. Вот. А, не, как вы воспринимаете секс? Ну, вот. А, почему вы не чувствуете себя в безопасности, да, то есть чувствуете, чувствуете, как бы, угрозу, да? Вот. Вот. Ну, девушки вы же. Поэтому вы носите мозг, да, и ревнуете именно поэтому, потому что боитесь. Вот. Вот. Ну, так, соответственно, давайте попробуем подумать, чего именно вы боитесь. Вот. И какой вообще вывод вы сделали, да, вот, из того, что она ушла от вас? Вот. Вот конкретно, конкретно вы, конкретно вы, какой сделали вы его? И сделали ли, и сделали ли вы его? Понимаете? Вот. Вот. Потому что, если, если вы не сделали выводов никаких, ну, это, в общем-то, довольно печально. В таком случае, девочка, скорее всего, от вас опять уйдет. Вот. Если вы выводы все-таки сделали, то, в таком случае, как бы, не совсем понятно, почему вы тогда интересуетесь тем, вернется ли она к вам. Вот. Вам нужно думать о себе. Вот. А не о том, вернется ли она к вам. Или нет. Вот. Вот. То есть, в данном случае, тут вот, конечно, очень важно. Ваше отношение к тому, что происходит. Вот. Вот. Вот, в принципе, то, то, что можно сказать. Если вы будете над собой работать, то, соответственно, имейте все шансы отношения вернуть. Вот. Если будете вести себя так же, так же, то, соответственно, имейте все шансы на то, чтобы девочку потерять. Вот. К сожалению, именно так обстоят дела на данный момент. Вот. На этом все. Надеюсь, что мой ответ вам помог, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.